В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Директоров школ будет назначать конкурсная комиссия, а не городской департамент. Подробнее об этом нам расскажет директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как ранее до принятия закона об образовании назначали директоров школ. Ранее директоров школ назначал департамент образования, заключая с ними трудовой договор на определенный срок. По истечении этого срока договор либо продлевался решением непосредственно департамента образования, либо прерывался и на работу принимался другой человек. С принятием нового закона Украины об образовании эта ситуация меняется. Сейчас по-прежнему назначаться директора будут приказом департамента образования, однако основанием для такого назначения может служить исключительно решение определенной комиссии, которая будет в конкурсном порядке отбирать руководителя непосредственно учебного заведения. Давайте тогда остановимся как раз-таки на конкурсной комиссии. Кто будет входить в ее состав и по какому принципу она вообще будет формироваться? Не так давно мы обсуждали этот вопрос на комиссии, депутатской комиссии по вопросам образования, и было принято решение, что в состав этой комиссии, кроме представителей департамента образования и науки, будут в обязательном порядке входить представители того учебного заведения, руководителя которого мы выбираем. Это будут представители от педагогического коллектива и от родительской общественности. Кроме того, в состав комиссии могут входить, по их желанию, депутаты Одесского городского совета и по согласованию представителей других общественных организаций, которые заинтересованы в прозрачном отборе руководителей учебных учреждений. Комиссия для каждого конкретного учебного учреждения будет создаваться отдельная. То есть в определенной школе определенный состав комиссии. А квоты какие-то будут? Ну, состав ограничен не более чем 15 человек, и одна треть — это представители департамента образования, одна треть — это представители непосредственно учебного учреждения, и треть — это представители общественности и депутатского корпуса. Это положительный момент, получается, что будет учитываться мнение на местах, скажем так, да? Да, безусловно. Очень важно, чтобы учебное учреждение тоже участвовало в выборе руководителя. Безусловно, уверена, что в каждой школе будут кандидаты из числа педагогического коллектива именно этого учебного учреждения. И, конечно, нам важно, чтобы и родители, и педагоги могли участвовать в самом процессе выборов, чтобы он был максимально прозрачным. И максимально хочу, чтобы правильно поняли это слово, выгодным для данной школы. Чтобы назначение конкретного руководителя принесло пользу именно этой школе. Вот вы уже сказали, что теперь, возможно, директора будут из числа преподавать, или учителей школы. А ранее как? Точно так же и ранее преподаватели могли претендовать на должность директора школы. В Одессе уже достаточно давно действует школа административного резерва при департаменте образования, и педагогические работники могут принимать участие в работе этой школы. Из числа выпускников этой школы, в общем-то, в последние годы и назначались руководители учебных учреждений. Для них ничего не меняется. Это просто дополнительный бонус, наверное, дополнительный плюс к биографии человека, претендента на занятие той или иной должности. Как раз-таки какие требования будут предъявляться к кандидатам? Ну, в первую очередь, это, конечно, образование, высшее образование, которое соответствует данному профилю. Это педагогический стаж не менее чем три года. Я думаю, что это требование оправдано. Нужно знать то дело, которым собираешься руководить. И непосредственно защита определенных проектов. Во время конкурсного отбора кандидат будет проходить определенное тестирование, будет представлять программу развития учебного учреждения, руководить которым он собирается. И вот оценка именно этих проектов и будет лежать в основе того, пройдет человек на эту должность или нет. А вот к этим проектам какие-то требования предъявляются? Или это такое творческое сочинение? Это творческий процесс, безусловно. Ну, основное, это, конечно, как у любой работы, которую защищают сегодня педагоги на различных уровнях. Безусловно, проект должен быть содержательным, максимально реалистичным, то есть реализуемым в условиях данной школы и с учетом именно ее потребностей. И, наверное, какой-то длительный этап должен все-таки быть рассчитан? Не обязательно. Проекты могут быть и на короткое время. Но самое главное, что комиссия должна увидеть, что реализация этого проекта принесет определенную пользу и развитие данного учебного учреждения. А сколько должно быть кандидатов для того, чтобы конкурс считался, что он состоялся? Ну, скажем так, не менее двух. Если есть один кандидат, то конкурс проводиться не будет. В любой школе, где нет руководителя, назначается исполняющая обязанности. Обычно из числа заместителей директора, которые есть в школе, и до момента, пока не найдутся другие кандидаты, конкурс проведен не будет. Но я думаю, я уверена, что такой ситуации у нас не будет, и хотя бы два кандидата в каждом учреждении найдутся. А сам конкурс как вам будет проходить? То есть это какие-то этапы? Ну, первый этап – это подача документов. И члены комиссии, для начала мы создаем эту комиссию из числа перечисленных в категории людей. Потом она рассматривает в течение определенного периода, извините, забыла важный момент, объявление о конкурсе. Начинаем с того, что на официальном сайте Департамента образования и науки и того учебного учреждения, о котором идет речь, либо в средствах массовой информации мы публикуем информацию о том, что в той или иной школе есть вакансия руководителя, и мы объявляем о ней конкурс. В течение 30 дней мы собираем документы, кандидаты подают нам свои предложения и набор своих документов, и допускаются к конкурсу те, чье образование соответствует и стаж работы, и соответствует выдвигаемым требованиям. Далее те, кто допущен к конкурсу, будут представлять конкурсной комиссией вот те работы, о которых я вам уже сказала. Комиссия в течение пяти рабочих дней оценивает все то, что она увидела, и выдает результат общественности, опять же публикуя его на официальном сайте. Все-таки вот этот проект, это, наверное, залог успеха, можно сказать. В первую очередь, да. Ну, а теперь более подробно давайте еще поговорим о нововведении, как раз-таки срок работы директора школы. Вот как это было раньше и как это изменилось теперь? Ну, у нас и ранее были трудовые договоры, которые заключались на определенный период. Год для новоназначенного руководителя, пять лет для тех руководителей, чья работа действительно принесла очень серьезные результаты для учебного учреждения, для города. Три года — это средний такой срок, на который продлевался контракт обычно руководителем. Сейчас в законе предусмотрено, что руководитель назначается по итогам конкурсного отбора на шесть лет. Если человек до этого никогда не работал руководителем, директором школы, то он назначается на два года, а повторный конкурс уже может проходить на шесть лет. И не более чем два срока в одной школе. Я могу сказать, что мое личное отношение к тому, что руководитель может работать в одном учебном учреждении не более 12 лет, после начала своего участия в конкурсах, я скорее вижу в этом минус, чем плюс. Потому что все-таки, зная учебное учреждение, у нас есть очень заслуженные директора, которые вывели школу на новый этап, на новый виток, и очень жаль будет расставаться с этим директором. Я, в общем-то, предвижу определенные проблемы и в педагогическом коллективе, и у детей, которые привязаны и уважают своего директора, и у родителей. Но руководитель, который отслужил, так скажем, честью, верой, правдой в одной школе, может участвовать в конкурсном отборе на должность руководителя другого учебного учреждения. То есть привязка в 12 лет касается конкретной школы. Ну и это не касается тех директоров, которые уже работают, да? Все-таки закон же обратной силы не имеет? Ну, они практически все у нас уже работают на срочных трудовых договорах. И как только они будут заканчиваться, основанием для объявления конкурса является вакансия, которая появляется, когда заканчивается трудовой договор у директора. То есть практически все наши руководители конкурсный отбор пройдут в свое время. В каких школах в ближайшее время пройдут? В первую очередь это те учреждения, где сейчас работают исполняющие обязанности. После того, как закон вступил в силу, мы не можем назначить директора приказом департамента образования. Соответственно, там, где у нас появились вакансии, мы временно назначили исполняющих обязанностей. И после утверждения сессии городского совета положения о конкурсном наборе, мы проведем конкурсы в этих школах. Это юридические лицеи, где у нас работает исполняющие обязанности. Это 113-я школа, 44-я и 61-я. То есть, а потом, по мере того, как будут заканчиваться контракты? Вот летом мы ожидаем уже достаточно большой такой наплыв желающих быть директором. Это потому, что так срок подошел, что у многих закончится? Да, ну обычно заканчиваются контракты летом, заканчивается учебный год, и, соответственно, к этому периоду у нас заканчиваются трудовые документы. Департамент готов к такой активной работе? Департамент всегда готов к активной работе. Я думаю, что у нас все будет налажено, отработано, и выберем самых достойных. Давайте продолжим тогда говорить о нововведениях, законах об образовании. Что еще ожидает одесские школы? Ну, начнем с самого, наверное, главного. Это то, что закон об образовании нацелен на автономию учебного учреждения. Автономию, которая подразумевает самостоятельность и академическую, то есть в выборе форм, методов содержания обучения. Мы сейчас не говорим о, безусловно, государственных стандартах, которые нужно выполнять в любой школе. Но школа становится точно самостоятельно в методическом, научном плане, в том, какие методы работы выбираются, как строится учебно-воспитательный процесс, и никто не имеет права в это вмешиваться. Это и финансовая самостоятельность. То есть мы предполагаем, что учебные учреждения города Одессы будут самостоятельно заниматься собственными финансами. Нашей задачей органов местного самоуправления будет своевременное начисление определенных средств на счета школы, а руководство школы, причем мы здесь говорим не только о директоре, мы помним, что в учебном учреждении есть высшие органы громадского, гражданского управления, социального управления, это и педагогический совет, это и пеклувальные рады, это и конференция школьная, которая собирается в каждом учебном учреждении, ну и, безусловно, директор. Так вот, получая определенные средства на счет, школа будет достаточно самостоятельна в выборе направлений финансирования. То есть, что, когда, где нужно ремонтировать, приобретать, все это будет решаться непосредственно учебным учреждением. А вот эти государственные стандарты, о которых вы говорите, которые устанавливаются, которые неизменны, это какие стандарты? Ну, давайте говорить о том, что понятно всем, кто нас сейчас слышит, с незапамятных времен уже устаревшее понятие, что дети должны знать, что дети должны уметь, сейчас перерастает в определенные, другие формы, будут называться национальными стандартами, которые подразумевают определенный набор компетентности ребенка. И, безусловно, по каждому предмету есть определенные наборы компетентностей, которые ребенок должен получить в начальной школе, в средней, в старшей, при получении профессионального образования. Старшая школа, вот тоже одно из нововведений, становится полностью профильной, вводится понятие интегрированных курсов, которые очень пугают сегодня родителей. И мы в социальных сетях видим, что образование будет направлено на исключительно формирование рабочей силы, хотя это абсолютно не так. И нам предстоит достаточно серьезная информационная работа, чтобы мы могли объяснить людям, что интегрированные курсы — это, по сути, возможность ребенку углубиться в те предметы, которые ему нужны. А что такое интегрированные курсы? Ну, примитивно говоря, мы объединяем несколько предметов в один, сокращая количество часов на изучение этих предметов, при этом увеличивая количество часов на изучение других предметов. Я хочу акцентировать внимание родителей на том, что до 9 класса включительно ребенок будет получать классическое среднее образование, к которому мы привыкли. Там никто не объединяет курсы просто так. Дети посещают и физику, и химию, и биологию, и географию, и математику, и гиброгиметрию — все те предметы, к которым мы привыкли. Старшая же школа подразумевает, что мы уже готовы к выбору будущей профессии, и мы уже знаем, какие предметы нам будут нужны для поступления в высшее учебное заведение, для будущего профессионального роста, для карьеры ребенка. И тогда мы можем сконцентрироваться на изучении именно этого цикла предметов. Если это юный математик или физик, у него будет больше часов алгебры, геометрии, физики. Но при этом часы литературы у него будут объединены в один предмет — и художественная культура, и литература. И, естественно, часов будет меньше на изучение гуманитарного цикла. У гуманитария все будет наоборот. Пожалуйста, изучайте каждый день иностранный язык, каждый день украинский язык, но математики у вас будет меньше, у вас будет интегрированный курс. В общем-то, это достаточно оправданно и легко проверяемо всеми нами, ведь мы действительно, имея высшее образование, не каждый может вспомнить формулы определенных кислот, которые мы изучали в школе. И возникает вполне логичный вопрос, зачем я предвижу, конечно, бурю негодования для общего развития и так далее. Так вот, общее развитие помещается прекрасно у нас до девятого класса. Ребенок получает достаточно глубокие знания, глубокие программы по всем предметам, а потом, переходя в старшую школу, имеет возможность учить то, что ему нужно для его будущего роста. А общее знание из старшей школы он получит в ходе изучения интегрированного курса. Вот вы уже сказали, что школы получают автономию и, в общем-то, самостоятельно будут решать достаточно много вопросов. Да. Это положительно, на мой взгляд? Да, это положительно. А готова ли школа отец к этому? Вот это второй вопрос. Это, безусловно, положительно. Почему? Школа — это, по сути, огромное предприятие, в котором сегодня у нас в большие школы задействовано 3-4 тысячи людей, включая педагогический состав детей, бабушек, дедушек, родителей и так далее. Директор школы по уставу и ранее отвечал за массу вопросов. У большинства школ есть уже право оперативного управления учебным учреждением. То есть, по сути, директор несет юридическую ответственность. При этом, возможности его должны быть точно такими же, как ответственность. Если я отвечаю за то, что я своевременно проведу ремонтные работы, подготовлю своих педагогов к каким-то нововведениям, значит, я должен иметь возможность это сделать своевременно и в полном объеме. Поэтому это однозначно хорошо. Готовы ли? Вот об этом мы можем судить уже в процессе, поскольку перед нами сейчас, как перед органом управления образованием, стоит вопрос обучения руководителей, информирования их. Сейчас они все активно изучают закон Украины об образовании новой. В общем-то, обсуждая его и на педагогических советах, мы, со своей стороны, будем готовить их к тому, что департамент образования, те коммунальные установы, которые есть в районах, это не только орган контроля. Ошибочно считают, что органы местного самоуправления будут лишены функции контроля. Это не так. Местное самоуправление, являясь украинскую мову, засновником заклада ОСВИД в соответствии с новым законом контролирует исполнение им устава учебного учреждения. А устав включает в себя абсолютно все направления его деятельности. Поэтому, кроме функции контроля, основной все-таки будет являться функция сервисного центра, помощника, консультанта. Мы сейчас активно работаем над модернизацией информационно-методического центра в открытое образовательное пространство, которое будет объединять педагогов. То есть, я думаю, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы подготовить, а руководители в большинстве детских школ достаточно прогрессивны и подготовлены. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.